ВОЛГО-ДОНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ВОЛГО-ДОНСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК В здании которого сейчас находится Волгоградский областной краеведческий музей. Благодаря ему мы живем в том городе, который мы сегодня знаем. Кроме того, необходимо отметить, что Василий Александрович Кокарев был весьма именитым купцом, который в том числе и значительно повлиял на экономическое развитие нашей страны. В Российской империи идеи о строительстве железных дорог появились еще в начале XIX века. Когда первое такое сооружение возвели англичане на Туманном Альбионе. Но к строительству железнодорожных путей, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, приступили только в 1842 году. В то время финансирование стройки велось в рамках концессионного соглашения. Средства выделялись из государственной казны, значительные вложения поступали от предпринимателей. Существенные изменения в этой отрасли наступили с приходом ко власти императора Александра II. А Волгодонская дорога, открытая 5 мая 1862 года, соединила Царицын с Калачом на Дону. Поезда стали курсировать по маршруту уже в июле. Возникновение здесь транспортного узла, строительство этой дороги, ставшей первой на юго-востоке России, четвертой в империи. Трудно переоценить значение железной дороги, 160-летие, которое мы сегодня отмечаем небольшой выставкой. Переоценить его невозможно. Дорога была прорывным проектом, пионерским так называемым. В рамках проекта «Тайны музейных кладовых» история одного экспоната. Гости выставки в день юбилея Волгодонской железной дороги увидели своими глазами уникальные артефакты, документы 160-летней давности. Среди них и билет на поезд. Важно, если бы не запуск этой железнодорожной ветви, то столицей нашего региона мог вполне стать и город Дубовка.